Девушки отдыхают Начнулись. Для меня нет большего счастья. Спасибо Всевышнему. Хюрем. Как она? Ей уже лучше. Ей намного лучше. Лекаре дали лекарство, а она спит. Говорят, через несколько дней все будет в порядке. Да защитит ее Аллах. Ты тоже отдохни, я побуду с ней. Как я могу отдыхать, когда мой ребенок болен, Сулейман? Я так волнуюсь за нашу девочку. Ведь мы уже потеряли Мехмеда. Да прибойте там в район. Аминь. Я каждый день молюсь. Я прошу Аллаха, чтобы он не забирал моих детей. Я готова отдать им свою жизнь. Да. Повелитель, я не хотела вас беспокоить, но я очень волнуюсь. Как Мехримах? Мехримах сейчас спит. Да хранит ее Аллах от всякой болезни. Лекарь сказал, что это за напасть. Может провести обряд со свинцом? Бедная девочка. Рустем Паша должно быть очень огорчен и за болезнями Мехримах. Как ты, Юрем? Как видите, госпожа. Не надо так расстраиваться. Все обойдется. Я уверена, она поправится. Постарайся отдохнуть. Береги силы. Тебе нужно заботиться и о своем здоровье. Мехримах, как ты? Как ты себя чувствуешь? Все хорошо, Джихангер, не волнуйся. Зачем устроили этот ужин, я не понимаю. Как будто я из мертвых воскресла. Рустем Паша сам чуть от горя не умер. Честно? Он так за тебя переживал? Фатьма, султан Хазрат Лири. Мехримах, я рада, что ты поправилась. Спасибо. Хюрем, госпожа, повелителя нет? Он скоро будет здесь. Прошу вас. Куриджи-хан, как ты? Хорошо, я рада вас видеть, Шекзангер. Я не вижу Рустема. Хорошо, что ты поправилась. Он должен был уехать, но ему пришлось остаться. Он уедет через пару дней. Как дела у Шекзаде, повелитель? Надеюсь, у них все хорошо в Санжаках. Да, я получаю от них вести. Я молюсь, чтобы они и их семьи пребывали в здравии. Скажите нам, госпожа, вы приехали сюда из Амази? Мне захотелось их навестить из-за случившегося с ними несчастья. Было всего один день. Как Мустафа? Он огорчен тем, что случилось. Все-таки наложница была беременна. Я очень надеюсь, что Аллах накажет тех, кто совершил такое зло. Они уже получили по заслугам. Да. Повелитель. Прибыл Санжак Бей и Мустафа Паша. Повелитель. Фатьма, Хюра мне рассказала, что произошло. Надеюсь, вам удастся уладить возникшее между вами разногласие. Я хочу видеть тебя счастливой. Пусть войдет. Повелитель. Прошу вас, госпожа. Я приказала приготовить для вас эти покои. Какая же ты заботливая. Ковры есть, шторы. Все с таким вкусом. Ковры прибыли из Персии. Ткань для штор — это шелк. Мы их заказали из Китая. Чтобы найти все остальное, мы тоже приложили немало усилий. Вижу. Вы пока отдыхайте. Встретимся вечером за ужином. Если она мне выделила покои, подобные этим, интересно, как выглядят ее покои. Госпожа обладает отменным вкусом. Вы бы видели ее новую комнату, такая красивая, с тех пор, как поселилась одна, тратит много денег на мебель. Как это одна? А Паша разве не с ней в покоях живет? С тех пор, как Паша вернулся из военного похода, они живут в разных покоях. Госпоже мешает спать громкий храп Паши по ночам. Постой, Милек. Храп Рустема, видите ли, мешает Мехримах? В таком возрасте счастливая женщина рядом с мужем не обращает внимания ни на храп, ни на пушечную пальбу. Эти кушанья просто превосходные. Спасибо за отзыв, госпожа. Какая красивая комната. Иншаллах, вы и дальше всегда будете жить так же счастливо. Аминь. Принимать вас гости у себя во дворце для нас большая честь, госпожа. Во дворце делать нечего, а тут мы с Мехримах можем вдоволь беседовать. Ты вот, например, счастливец. Не каждому достается такая госпожа, как она. Дорожи ей, Рустем. Госпожа – самое мое дорогое сокровище. Она – луна моих ночей, а также солнце дней моих. Она – моя весна прекрасная, мои ветви и цветы, вода, которую я пью, воздух, которым дышу. Как мило, как мило. Этот отъезд в Герцеговину пошел тебе на пользу. Потому что иногда расставания полезны. Кстати, о Герцеговине. Будучи там, ты наверняка видел молкачеглуба Лебея, не так ли? Нет. Не видел. Говорят, он женился. И дети уже давно появились. Красавец мужчина. Настоящий храбрец. Такой не каждой женщине достается. Если желаете, пусть принесут сладости. Я велела приготовить манный пирог. Мне от сладкого плохо. О чем я? А, Бали Бэй. Не говорите, что слышали от меня. Но рассказывают, будто бы он уехал отсюда с разбитым сердцем. А судя по тому, что он женился сразу после того, как покинул столицу, вероятно, нет дыма без огня. Только лишь Аллах знает, чье сердце он разбил. Я передумала. Давайте-ка поедим сладостей. Люблю манный пирог. Повелитель почти каждый день навещает свою дочку. Хвала Аллаху, она такая красивая. Хорошо. Я обзавелась сестрой. Но можешь не печалиться. Твое место в сердце повелителя никто никогда не займет. Я не печалюсь. Наоборот. Я наших шахзаде очень редко вижу. А сестра подрастет и будет мне подругой. С вашего позволения, госпожа, я должен вас покинуть. Меня ждут важные документы. Что такое? Почему он вдруг помрачнел? Он весь в государственных делах. Дела от жены не должны отвлекать Михримах. Я знаю, вы живете в разных покоях. Не похоже это на семейную жизнь. К чему этот разговор? Меня это огорчает. Жаль, что такая прекрасная роза увидает. И поет не соловей этой розе, а ворона каркает. Госпожа, не стоит печалиться за меня. Я очень довольна своей жизнью. Но завела отдельные покои. Наши годы очень быстро летят. И пока ты молодая, не погасла, надо ярко гореть. Да. 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 Выйди. Хорошо, что ты зашёл. Я собиралась послать к тебе служанку. Останься этой ночью со мной. Ты рассказала Фатьме Султан о Малкочуглу Балибее. У меня и в мыслях не было. Почему же она вдруг заговорила о нём? Видимо, у вас был разговор. Советую тебе Фатьму Султан спросить. А я не могу узнать, отчего она вдруг заговорила о нём. Я столько лет пытался покорить твое сердце. Но, кажется, всё было напрасно. Я прав. Мне ничего не нравится. Уберите всё. А это платье, госпожа? Оно не лучше других. Госпожа. Ни хримах. Что ж, пора вернуться во дворец. Похоже, я у вас загостилась, пора и честь знать. Гостям не пристало злоупотреблять добротой хозяев. Да и, кажется, я для Рустема словно бельмо на глазу. Да ну что вы. Оставайте сколько пожелаете. Какие у тебя красивые платья. У меня их много. В своё время я очень любила эти наряды. Но они мне надоели. Я решила всё обновить и позвала портниху и ювелира. Приятно такое слышать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают. Больше, чем ласка и любовь, сердце женщины согревают новые красивые наряды и драгоценности. Как вы меня нашли, матушка? Как вы узнали, что я в Стамбуле? Кое-кто тебя увидел и мне дали знать. А отец как об этом узнал? Думаю, Фатьма Султан ему сказал. Фатьма Султан здесь ни при чем. А нахуй Джихан никогда не предаст? Ты так в этом уверен? Думаешь, она зря привезла сюда Хури Джихан? Наверняка задумала навредить моим сыновьям. Хури Джихан к этому не имеет никакого отношения. Она не виновата. Меня тоже не в чем обвинять. Это тебя-то не в чем обвинять? Не ты ли тайно ездил в Манису и грозил брату? Да это он мне грозил! Знали бы вы, что он натворил! А я все знаю! И повелитель тоже. Хорошо, что он не знает, что ты ездил в Манису. Но ему уже и не надо знать об этом. Ведь ты и раньше вел себя крайне неразумно. Согласен, мама. Да, я не раз вас огорчал. Теперь повелитель сошлет меня в кафу. А ваш Селим своими успехами будет радовать родителей. Б.И.З. Думаю, теперь ты сожалеешь об этом. Я понимаю. Ты молода. Неопытна. Я не сожалею, госпожа. Хотя и осознаю свою ошибку. Но я просто не смогла запретить себе любить. К тому же, Ишихзаде открыл мне свое сердце. Это и есть истинная любовь, госпожа. Бросаться в огонь, зная, что это опасно. Забывать обо всем рядом с ним. Это ли не любовь, госпожа? Я уверена, вам знакомо это чувство. Это всего лишь слова. Ты член династии Османов. И всегда помни об этом. Для нас любовь – не что иное, как сюжет для красивых стихов. А чувства повелителя и Хюрем-Султан? Моей мамы и моего несчастного отца? Что же их тогда соединило, если не любовь? Значит, вы такого не испытывали. Но если придет любовь, то даже страх лишиться жизни не сможет вас остановить, госпожа. Не нужны ни Мустафа, ни враги Рустен. Мои дети сами роют себе яму. Шехзаде Мустафа тоже тайно покинул свой Сан-Джак, и повелитель знал это. Но против Шехзаде никаких мер не принял. Так-то оно так, но приезд Шехзаде Мустафы тогда стоил Алиаге головы. Кого теперь лишат головы? Мы должны найти какой-то выход. Если повелитель, как и говорит, отправит Боизета в ссылку, у нас не будет никакой опоры. На Селима уже нет надежды. Кроме вас, никто не сможет поговорить с повелителем, госпожа, и смягчить его гнев. К тебе, Михеймах, приходила, говорят. Что она сказала? То, что всю жизнь внушали ей. Хориджихан, ты пугаешь меня. Хориджихан, ты пугаешь меня. Все очень любили Пашу. Аллах упокоит его душу. Аминь. Аминь. Что такое, мама? Все вместе тут скорбят, а сами друг другу роют ямы. И в одну из ям может любая из них угодить. ПОДПИШИСЬ, 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 П Когда я был молод, я считал, что смерть есть прощание с этим миром. Кто согласится умереть по собственной воле? Кто захочет предстать перед драконом, обнаженным и беззащитным? Остерегайтесь, о видящие только смерть. Спешите, о видящие судный день. Остерегайтесь, о видящие воскресенье. Всякий, кто, как Юсуф, встречает смерть с чистым сердцем, легко прощается с жизнью. Всякий, кто встречает смерть с подлостью в сердце, сворачивает с истинного пути. Смерть каждого человека, у сын, подобна ему самому. Для врага она враг, а для друга — друг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Значит, выберут кого-то из них. Этого-то и следует опасаться. Если флот возглавит такой же гордец, как Хариддин, то мы попадем под прицелы их пушек. Рустем все уладит, мама. Надеюсь. Мне бы очень хотелось узнать, что у вас с Рустемом. А что не так? Вот ты мне и скажи. Я слышала, вы спите в разных покоях. Рустем вам сказал. Не нужно забывать. У меня везде глаза и уши. Он напряжен и злится. А я не хочу никаких глупых ссор. Ему сейчас нелегко. Ты обязана успокоить его и поддержать. У нас столько неприятностей еще тратить силы на это. Я приходила днем, однако вас не было в покоях. Где вы были, мама? Я была в мраморном павильоне. Соколу назначили командующим флотом. Я слышала. Надеюсь, это будет на общее благо. Все, что может испортить настроение Мустафе, для меня благо. Я знаю, Мустафу ты любишь и уважаешь. Однако Селим и Боиза тоже твои братья. Я помню, мама. Я за них очень переживаю. Надо помирить их. Эта вражда ни к чему хорошему не приведет. Я пыталась. Они больше меня не слушают. Когда они были маленькими, они уважали мое мнение. Но теперь все изменилось. Повлиять на них я не в силах. Я собираюсь устроить ужин. Все братья соберутся вместе. Надеюсь, мне удастся их помирить. Ты хорошо придумала. Но помирить их не так-то просто. Они ничего не хотят слышать. Но мы должны это сделать. Мустафа. Шехзадея. Здравствуй. Здравствуй, брат. Мои глаза ничего не видят. Ты ослепила меня. Джихен. Вызывет. Тихо, тихо. Добро пожаловать. Я рада видеть вас у себя во дворце. Стол уже накрыт? Может, начнем? Я ужасно голоден. Я тоже проголодался. А Селим где? Он с вами не приехал? Джихангир? Мы его не дождались. Наверное, он не придет. Моё приглашение ничего не значит? Очень хорошо, что не придет. Без него спокойнее. Я даже рад. Бэйзет, хватит. Я хочу, чтобы сегодня никто не ссорился. Мы не для этого собрались. Если Селим будет следить за тем, что говорит, неприятностей не будет, Михримах. Не беспокойся. Я предупрежу его. Если он придет. Прошу вас, располагайтесь. Я сейчас. В чем дело? Ты не видишь, я занята? Шахзаде Селим Хазрет Лири сейчас во дворце. Только… Только что? Он не один. Я же предупредила, чтобы он пришел один. О, Аллах. С кем он пришел? Ты же говорила, у него глаза на лоб вылезли. Так почему его нет? Я не знаю. Возможно, Хюрем Султан помешала. Я не удивлена. Он здесь, госпожа. Посмотрим, что из себя представляет этот глава флота. Да. Госпожа. Здравствуй, Мехмед Паша. Простите, если заставил ждать. Мне пришлось постараться, чтобы прийти незамеченным. Но я… Ты предусмотрителен. Оставь нас, Мелик. Возлюбленный брат, ты не один приехал? Шахзаде, если мое присутствие вас беспокоит, я прошу меня простить. Все хорошо. Добро пожаловать. Здравствуй. Гюль Бахар, у нас будет еще один гость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова